Всех приветствую! С вами канал Азбука Радиосхем. В сегодняшнем видео я покажу, как переделать вот такие вот цифровые вольтметры на более высокое напряжение. Я о них уже снимал ряд видео, и одно из последних было то, как выбирать эти приборы, как можно переделать из двухпроводные на трехпроводные и наоборот. Также рассказал о их параметрах, но мне под видео начали задавать вопросы, и один из вопросов был, как сделать из такого прибора более высоковольтный. Я это все расскажу, даже покажу, и это все у меня уже сделано, благодаря всего лишь одной детали. Сейчас эта деталь спрятана за макетной платой, потом вы все увидите и поймете, что сделать сможет это каждый, и все это очень просто. Как видите, сейчас два прибора показывают одинаковое напряжение. Иногда мерцает последняя цифра, но это, как я уже рассказывал, пришла последняя партия таких вольтметров, и в них почему-то вот такое идет мерцание. Я еще пока не разбирался. Но на наши показания они влиять не будут. Я расскажу о самом смысле. Я из этого вольтметра, который реально показывают примерно до 30 вольт, я сделаю, который будет показывать до 300 вольт. И как я сказал, что это все благодаря одной детали. Итак, давайте посмотрим на схему, чтобы было более понятно. Я изобразил ее вот так. Надеюсь, схему эту видно. Сейчас проводки опущу. Итак, вот наш вольтметр. Чтобы переделывать на более высоковольтный, нужно иметь трехконтактный вольтметр. Хотя я рассказывал, что любой из них можно переделать и в двухконтактный, и в трехконтактный. И чтобы вы понимали, реально мы ни прошивку, ни микросхему-то изменить не можем, поэтому мы переделаем так, что просто цифра запятой перескочит на одно деление. И результаты нужно будет умножать на 10. Допустим, если у вас результат показывает 5, то это будет 50 вольт. Если там 6,5, то это 65 вольт. Я думаю, все это понятно. И вот такая схема. Единственное, что будет требоваться отдельное питание, какой-то источник питания или аккумулятор, или тот же низковольтовый блок питания. Напряжение от 4 вольт, любое, до 30 вольт можно использовать. И вот через такой резистор нужно будет подключить сам вход нашего измерителя. Сейчас я покажу. Вот этот резистор спрятан здесь. Но я пока поставил переменный резистор. Это для того, чтобы можно было подстроить наши показания. Потому что при помощи вот этого резистора можно подобрать коэффициент деления. Тот, который вы считаете для себя нужным. Конечно, более удобно считать, когда кратно 10. Как я уже сказал, если показывают 18, значит 180. Но можно сделать в 2 раза, в 3, в 5 раз. Как вам удобно. Сейчас у меня резистор замкнут перемычкой. И вот я его отключаю. И теперь смотрите, что показывает. Напряжение, которое... Вот этот прибор показывает напряжение, которое пришло у нас с блока питания. 18,5 вольт. Вот этот прибор показывает то, что у нас уже показывает после делителя. 1,89. Но я не подстраивал его. Тем более, последняя цифра, как я сказал, мигает. И теперь я на блоке питания уменьшаю напряжение. Ну вот, допустим, 10,2 вольта. Этот прибор у меня показывает 1,05 вольта. Представьте, что точка переместилась сюда. И у вас показания, значит, те же самые 10 с копейками вольт. И поэтому, если обыкновенный прибор этот может показывать до 30 вольт, то при помощи вот такой переделки мы уже спокойно можем подавать на него напряжение 100 вольт и больше. И он будет нормально работать. Единственное, что имейте в виду, когда вы работаете с высокими напряжениями, они уже небезопасны. Поэтому обязательно соблюдайте технику безопасности. И выполняйте это все на свой страх и риск. Потом, когда я подстроил вот этим резистором, остается вынуть его, замерять его показания и на место него впаять тот резистор, который по номиналу подходит для нашего делителя. Смотрите, когда я его кручу, показания начинают меняться. Поэтому вы можете подобрать, как я уже сказал, любой коэффициент деления. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Если полезно, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. И всем пока!